привет привет всем друзья мои поиски квартиры продолжаются и я еду на powercraft судно на воздушной подушке вот так вот красиво все и я еду в портсмут сегодня сегодня я вам покажу немножко как выглядит портсмут как выглядит центр и покажу вам две квартиры в общем такое сегодня у нас путешествие будет необычное и давайте смотреть powercraft это самое быстрое судно оно за 10 минут пересекает канал солонт и через 10 минут я прибуду на станцию саусси в мосе потом я думаю я похожу пешком у меня есть навигатор по навигатору найду сначала одну квартиру вам покажу потом мы с вами немножко прогуляемся в центре и покажу вам другую квартиру которую мне вдруг случайно предложили на нашем острове так что друзья усаживайтесь поудобнее сегодня будем смотреть много чего смотрите как подходит powercraft вот это судно на воздушной подушке сейчас мы посмотрим это то как раз судно на котором я сейчас поеду на остров white и мы увидим как это все происходит очень удачно я подошла вот так он забирается и вот так он спускает воздух и опускается и вот еще одно ферри вы видите идет большой паром это как раз white link ferry которая идет с фишборн и сразу первая квартира вот здесь в этом доме на третьем этаже квартира три малюсеньких комнатки спальни как они называются так как эта квартира находится совсем рядом с университетом то здесь в основном эти квартиры покупаются для того чтобы их потом сдавать студентам ну и вот так здесь мебель видите только все самое необходимое каждая комната раздельно и в каждой комнате только спальни иногда студенты живут иногда просто какие-то другие люди вот вторая спальня видите как выглядит тоже очень маленькие комнатки это отопление электрическое опять вот такой вот вид из окна ну вот комната ничего особенного разгуляться здесь особо негде это вот такая вот маленькая территория для обедов это еще одна комната спальня я даже не знаю они мало мало меньше какая из них больше какая меньше но по моему где-то по 9 метров они все вот выходит так вид из окна вот показываю вам полностью эту третью спальню туалет ванная комната но здесь вроде бы не про не ничего но видите потолки все подтекают страшное дело и конечно же все требует ремонта и вот здесь вот кухня посмотрите покоцаны весь пол побитый весь линолеум кухня тоже где-то наверно метра 4 это плита такая электро и вот видите вот так вот выглядит этот вход как я сказала типа гостинки что ли даже да то есть через балкон вход то все эти квартиры вот по лестнице вниз на третьем этаже квартира находится здесь такой выход довольно комфортный выход на уже центральную улицу и здесь дверь вот я показываю как этот дом выглядит третий этаж центр портсмут здесь многолюдно вот конечно центре не сравнить с безлюдными улицами на острове уайт где я живу но я уже так соскучилась за цивилизации что для меня в общем то и неплохо когда много людей люди магазины жизнь кипит город портсмут похож на обычные английские города ну ну как сказать принципе ничего тут особенного нет единственное что хорошо в городе портсмут что здесь соединяются все станции можно доехать за час двадцать на поезде до лондона до хитроу можно доехать за 40 минут аэропорт хитроу здесь также вы можете это портовый город конечно же куда-то отправиться в круиз путешествие вы можете также на автобусе автобусная станция огромная в общем вот такой вот узел как сказать коммуникационные здесь огромный университет много студентов поэтому понимаете по идее это самый ближайший город к тому месту где я жила как вы понимаете конечно же я жила на острове здесь я только перебралась через пролив мы постоянно смотрим на спиннику-тауэр вот это как раз башня спинника-тауэр красивейшая она находится в портсмуте вот я посмотрю конечно я не знаю сколько здесь людей проживает но город довольно большой такой вот центр может быть ничего особенного я вообще-то не так часто бывала именно здесь портсмуте чтобы гулять как-то праздно знаете ходить по магазинам нет просто обычно это как перевалочная такая станция была что я конечно через портсмут ехала куда-то дальше здесь пересаживалась со своего парома и ехала дальше либо на автобусе либо на их скоростных поездах но сейчас получается поезда дороже билет на поезд а вот к сожалению сейчас national express автобус который я предпочитаю он дешевый конечно но сейчас с коронавирусом он еще не открыл свои маршруты уж если я решила что-то выбрать то конечно же буду выбирать везде поэтому самая первая это портсмут еще здесь много у меня предложений посмотреть но потом поеду туда в йорк на север там конечно намного дешевле но это получается уже не сейчас а вот как только откроется все сообщения закончится вот этот вот карантин коронавирус странным образом он вроде закончился 3 июля а а сейчас наоборот все вновь возобновилась и маски заставляет всех носить я уже говорила вам об этом вот поэтому довольно странно это все но мы здесь немножко погуляем с вами по центру продвигаемся сейчас обед у меня есть время я следующее агентство после обеда иду агентство по недвижимости буду смотреть квартиры но вы знаете тоже говорят что сейчас не очень удачное время и не все открытые агентства некоторые все еще закрыты не принимают никого и поэтому как мне сказали очень много желающих именно купить сейчас все бросились почему-то покупать недвижимость не знаю удивляюсь не самое лучшее время для покупки вот но для продажи получается время неплохо я я хочу еще раз уточнить потому что получился небольшой казус у нас я сказала что я только выставила квартиру и тут же она была продана через неделю но это правильно потому что получилось так что я-то в этом уже в этой своей квартире на в прайде я живу с 2016 года четыре года живу ну и получается что когда я туда только въехала я же не разбиралась особенно я не проверила отопление я не проверила горячую воду мне сказали что отопление газовая но я обрадовалась я думала что бойлер газовый оказалось что там не бойлер а там вообще просто такие батареи вот эти газовые батареи я вообще никогда не видела это такое допотопное что-то и они вообще знаете горят там ничего не обогревают все сразу уходит в трубу все тепло от этого газа ну вообще понимаете и я как говорится попала но и потом то что цена высокая за содержание здесь называется сервис чардж я говорю для тех кто живет в англии для тех кто разбирается потому что для наших людей это конечно все непонятно для тех кто живет в странах бывшего ссср вряд ли будет понятно но наверное кто то уже может быть и разобрался а когда пережила там очень холодную зиму холодную в том смысле что у меня было 12 13 16 градусов я полила постоянно свой этот газовый камин он тоже ничего не обогревает потом уже догадалась купить обогреватели электрические которые тоже огромные берут деньги электричество здесь дорого тем более что там очень мощные обогреватели не вот и я конечно сразу же решила попробовать продать эту квартиру когда я ее выставила в 2017 году на продажу она у меня стояла больше года ну приходили смотреть так знаете изредка один-два человека в месяц смотрели ничего никто никаких предложений не было потом я уже думаю да ладно я буду на зиму ездить в таиланд что ж теперь делать не продается ладно и оставила эту затею продавать а сейчас вот получилось так что я думаю дай-ка я еще раз попробую я только выставила ее на продажу свою квартиру но может быть то что я снизила все-таки цену вот и сразу же она и купилась поэтому я вам так и сказала друзья то у меня там говорят что я ввожу в заблуждение людей что вот говорю что то продавалась то не продавалась то сразу продалась но это на самом деле так она сначала не продавалась а сейчас сразу продалась вот эти я иду справа здесь открытый маркет такой под открытым небом это по моему каждый четверг тут это не каждый день по крайней мере по насколько я знаю здесь у них вот этот вот открытый маркет на улице в центре каждый четверг сейчас пройдемся посмотрим я даже по моему как то здесь покупала случайно набрела продавались дико не кондиция крабы огромные крабы но у них кто-то с оборванной клешней у кого-то еще что-то такой не кондиция они продавались один фунт один краб а краб с тарелку величиной огромный наверно диаметром 20 сантиметров вот такая прелесть я купила тогда пять крабов очень они тяжелые еле дотащила так говорится но после мне уже так не везло а вот я подошла вам показываю какие здесь продаются овощи и фрукты у нас клубничка фунт 50 в общем то в общем то все практически вот черешня руб 50 вон фифти по черри и и форвард афа килл афа килл афа килл афа килл афа ну вроде бы неплохая я куплю хочу поесть но тасс и не хочет форми плюс кота в лаку и т.н. и вот и еще одну я хочу показать вам сегодня квартиру которая случайно мне предложили посмотреть она только только поступила на продажу выставлена на маркете это в шанклине на нашем острове место конечно грандиозная ну вот квартирка видите спальни вам показала из спальни вход в туалет и дальше из спальни вот такая большая комната ситин рум называется вот видите здесь центральное отопление здесь опять ковролин на полу это вот входная дверь тут небольшой такой коридорчик и вот выход на кухню кухонька вот такая малюсенькая ну естественно что все это будет наверное забрано я не знаю но вот бойлер зато здесь центральное отопление это очень хорошо газовый бойлер вот я показываю еще раз туалет ванная туалет тоже маленькое все маленькое очень помещение но всего хватает душ такой не сказала бы что современная все но неплохо вот к батареи видите это батарея бойлера и и здесь на выходе вот такое патио называется патио с цветами и такой пол постелин и здесь выход в этой квартире с двух сторон вот можно на одну сторону выходить а можно на другую вот через это патио сейчас я вам покажу вот видите как это тут все выглядит и там еще выше тоже красивенький такой полисадничек и вот выход на другую улицу более тихую с парковкой и сейчас вот мы разговаривали сказали что почему продает тут жил мужчина пожилой и и он сейчас хочет с коронавирусом ближе к дочке переезжать ему здесь одному не хочется но он здесь жил 25 лет ему очень нравилось вдовец он жил один и сейчас покажу вам вот видите соседи сразу же прибежал вот этот парень сосед он купил вторую половину дома а это вот женщина риэлтор разговаривают они немножко я спросила что здесь по поводу опять лис холд вот видите он сказал что лис холд тут здесь 900 лет ну и получается что это как бы уже свободное владение 4 квартиры которые здесь есть они сами платят за страховку дома и все ремонтируют если что-то случается то же сами но в общем как бы 999 лет но они мне сказали что это фри холд то есть это частное владение и вот мне показали вот этот второй выход видите вот так вот здесь это выглядит это как раз 4 квартиры которые в этом доме вот две вверху и 2 внизу еще живут люди вот это их выход и вот там вот впереди можно парковать машину сейчас выйдет на улицу я вам покажу видите какие здесь садики у людей огромные сливы растут яблоки растут в общем шанклин конечно неплохое место и я это место в принципе знаю вот это свалилась на меня конечно квартира просто не знаю что делать потому что я-то ведь уже собралась переезжать с острова теперь получается надо думать опять ну вот видите как как снег на голову как я говорю эта квартира мне тут же выискался замечательный мужичок видите вот сосед предложил мне свои услуги показать объяснить рассказать что здесь как вот говорит вот это вот разбитое бангало стоит давно люди ожидают разрешения приехала собачий рай остров white пожалуйста посмотрите сразу собаки встречают собаки встречают ну вот такое джонни у меня сегодня вообще надо сказать что везде сегодня полно народу даже у нас на острове white странное дело 30 июля 30 июля 20 года и сегодня везде народу полно может быть потому что солнце светит люди уже устали у нас была неделя опять холодная все видите пьют пиво балдеют а а я сегодня набродилась конечно в портсмоте и ужасно и ужасно надо что надо что то решать надо находить какое-то какое-то более удобное и интересное место для меня друзья опять хочу сказать всем спасибо тем кто принял живое участие в моей судьбе тем кто помогает мне советом мне это очень очень важно ваша поддержка ну друзья на сегодня мое видео для вас заканчивается а завтра я вам сниму еще одно и еще квартиры пока пока пока